Урок 12. Задача первая. Выполните умножение. Давайте сначала перемножим числа. Минус 5 и минус 4. Перемножаются. Два отрицательных числа. Значение произведения плюс 20. Теперь давайте рассмотрим множители. С основанием А. А в кубе надо умножить на А в первой. Если показатель степени не пишется, то значит единица. И умножить на А в шестой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основания остаются прежними, показатели складываются. 3 плюс 1 плюс 6 будет 10. Значит А в десятой. Теперь давайте рассмотрим множители с основанием В. В в первой на В в четвертой на В в первой. 1 плюс 4 плюс 1 будет В в шестой. Множители с основанием С. С в квадрате умножить на С в первой умножить на С в квадрате. Будет С в пятой. Итак, ответ 20 умножить на А в десятой умножить на В в шестой умножить на С в пятой. Задача вторая. Выполните действие. Прежде всего надо возвести в куб вот это выражение, возвести в квадрат вот это выражение, а затем уже выполнить умножение. Возводим в куб. Минус 1 в кубе. Минус 1. Н в кубе возводится в куб. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Значит будет Н в девятой. М в четвертой надо возвести в куб. 4 на 3 это 12. Значит М в двенадцатой. Теперь давайте возведем в квадрат. Выражение вот в этих скобках. Минус 4 в квадрате. Это 16. Н в квадрате возводится в квадрат. 2 умножить на 2. 4. Н в четвертой. А здесь будет М в шестой. Теперь давайте выполним умножение. Сначала надо перемножить все числовые множители. Минус 1 надо умножить на 16. И надо умножить на минус 6. Получится 96. Н в девятой умножить на Н в четвертой умножить на Н в четвертой. Будет Н в семнадцатой. М в двенадцатой умножить на М в шестой умножить на М в первой. Будет М в девятнадцатой. Ответ 96 умножить на Н в семнадцатой умножить на М в девятнадцатой. Задача третья. Выполните действие. Так, возводим в квадрат вот это выражение. Минус 1 в квадрате – это плюс 1. Плюс обычно не пишут. х в пятой в квадрате. При возведении степени в степень показатели перемножаются. 5 умножить на 2 – 10. Значит, будет х в десятой. Возводим в квадрат. У в квадрате будет у в четвертой. Выражение в этих скобках. Возводим в пятую степень. 2 в пятой – 32, х в пятнадцатой, у в пятой. Теперь возводим выражение, стоящее вот в этих скобках, в шестую степень. Минус 1 в шестой – это плюс 1. х в шестой умножить на у в двадцать четвертой. Теперь надо выполнить умножение. Так, первый множитель будет 32. Затем х в десятой надо умножить на х в пятнадцатой и на х в шестой. Показатели складываются. Получится х в тридцать первый. Теперь у в четвертой умножить на у в пятой умножить на у в двадцать четвертой. Показатели складываются. Получается у в тридцать третий. Ответ – 32, х в тридцать первый, у в тридцать третий. Задача четвертая. Делится ли на 10 значение данного выражения? Основание степени 9. Значение степени на какую цифру оканчивается? 9 в первой – 9. 9 в квадрате 81 оканчивается на 1. Если 1 умножить на 9, будет опять 9. 9 умножить на 9 – опять будет последняя цифра 1. То есть повторяются только вот эти две цифры. Если показатель степени число нечетное, оканчивается на 9. В данном случае показатель степени число нечетное. Последняя цифра – 9. Так, теперь давайте рассмотрим 7 в степени 3004. 7 в первой – 7. 7 в квадрате – 49 оканчивается на 9. Если 9 умножить на 7, оканчивается на 3. 3 умножить на 7, оканчивается на 1. 1 умножить на 7, оканчивается на 7. И так далее. То есть повторяются только эти четыре цифры. В данном случае показатель степени – число, делящееся на 4. Значит, последней цифрой будет цифра 1. Итак, последняя цифра 9. Последняя цифра 1. Значит, значение данного выражения оканчивается на 8. На 10 не делится. Задача пятая. Четно или нечетно. Значение суммы. Основание степени – число нечетное. Показатель степени – натуральное число. Значит, значение данной степени – число нечетное. Если основание степени число четное, при возведении в натуральную степень получится число четное. Третье слагаемое. Основание степени число нечетное. При возведении в натуральную степень получится число нечетное. Если к нечетному числу прибавить нечетное число, значение суммы будет числом четным. К четному прибавить четное будет четное. Значит, значение данной суммы число четное.